Приветствую вас и говорите о другом человеке, исходя из мнения о нем третьего лица, не есть хорошо, потому что слишком много искажений, и это считается непрофессиональным. Тем не менее, отталкиваясь от ваших слов, можно сказать, что у человека явные проблемы с самооценкой, проблемы с детско-родительскими отношениями, проблемы с самоидентификацией самого себя, проблем с принятием самого себя, проблемы с налаживанием специальных ролей, и, по сути дела, у человека путаница. Путаница в том, какое же место он занимает, потому что противостояние, постоянное противостояние, конфронтация, это процесс. То есть, человеку постоянно нужно что-то доказывать, что-то отстаивать, что-то защищать. А в спокойном состоянии человек находиться не может, и примиряться с кем-то он тоже не может. Это свидетельство эгоцентризма, когда человек, ну, как бы, воспринимает все через сравнительную характеристику с самим собой. Это еще один момент, связанный с недостатком самоосознания себя. И, в принципе, лично я считаю, что 20 лет уже достаточно большой возраст, когда человеку пора бы осознавать себя в достаточной степени, пора бы понимать, кто он, куда идет, к чему стремится и для чего. Так что думаю, что вашему молодому человеку, точнее, вашему другу, прошу прощения, ну, как минимум, нужно поумерить свой бандарский дух для начала. И, во-вторых, разобраться в причинах этого бандарского духа, потому что люди ведут себя подобным образом, как правило, из-за того, что в детстве у них не все хорошо было с родителями, не все хорошо было в начальных этапах с окружающими людьми, с выполнением своих социальных ролей и прочее. То есть, проблема, в данном случае, здесь, у внутренних комплексов. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.